Здравствуйте! Информационный час продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. Сегодня ночью в частном доме в поселке Царицыно произошел пожар. За короткое время огонь, который разгорелся в гараже, перекинулся на дом. Заметив пламя, хозяева успели выйти на улицу, однако к этому времени тушить возгорание своими силами было уже небезопасно. Гараж, в котором и началось возгорание, вплотную примыкает к жилому дому. По мнению соседей, хозяин обустроил там автосервис. Хотя сам мужчина это отрицает, поясняя, что использовал гараж и все имеющееся в нем оборудование только в личных целях. Однако свою машину почему-то держал во дворе. В гараже хранилось несколько газовых баллонов. Видимо, два или три из них успели взорваться. Даже после того, как пожарные сбили пламя, не было никакой гарантии, что опасность миновала. Постепенно сильное пламя, которое полыхало уже на крыше гаража, перекинулось и на второй этаж дома. Пожарным удалось потушить возгорание, но при этом большая часть жилища пострадала от пролива водой. Причиной пожара могло быть короткое замыкание или нарушение техники безопасности при работе с определенным оборудованием. Вся техника, а также большая часть инструментов, которые хранились в гараже, серьезно пострадали от огня. На проезжей части улицы Карла Маркса под асфальт провалился канализационный люк. Яма, которая образовалась в результате этого происшествия, представляла собой серьезную угрозу для автомобилей. Кто-то из неравнодушных автолюбителей обозначил западню дорожным конусом. Если в ближайшее время этой проблемой не займутся соответствующие службы, видимо, провал на проезжей части будет лишь увеличиваться. На улице Роторная сегодня ночью в яму с водой провалилась лада Калина. Как рассказал хозяин, он решил сократить путь и, повернув с главной дороги, поехал через дворы. В какой-то момент машина резко накренилась и завалилась на бок. Молодой человек не ожидал, что небольшая лужа в итоге окажется настоящим озером. В огромную лужу машина попала около 12 часов ночи. В считанные минуты вода заполнила салон лады. Молодой человек попытался собственноручно вытолкнуть автомобиль на сушу, но все попытки оказались тщетны. В тот момент помощи ждать было неоткого. Позвонил МЧС, они сказали, что угрозы жизни, если нет, то мы не приедем. И автоматически вызвали ГАИ. ГАИ приехал где-то минут через 40 или где-то час. Сказал, что мы фиксировать ничего не будем, потому что якобы какие-то повреждения, если они есть, то они в воде, и мы как бы их не видим. Типа вывезти ГАИ, когда машину вытащите. Только ближе к обеду машину удалось вытянуть из лужи. Местные жители рассказали, что подобное здесь случается постоянно. Тут делали, аж вальт делали, топу нет, ливневки нет, хотя вода здесь собираются. Тем более, вот мусорка. Здесь утки еще? Ну, утки, да. Ну, им здесь рождены, конечно. В результате происшествия серьезно пострадал салон автомобиля. Кузов машины также требует ремонта. Сегодня Вахитовский районный суд вынес приговор организаторам игорного бизнеса. Как выяснили следователи, за несколько лет обвиняемые успели открыть два казино. Первое проработало около года и принесло более миллиона незаконной прибыли. Второе спустя месяц после открытия закрыли сотрудники полиции. Школа покера. Именно так описал свою работу один из подсудимых. Якобы на протяжении месяца он ежедневно посещал некое специальное заведение, где обучал всех желающих игре в карты. Однако следователи опровергли эту историю еще четыре месяца назад. Свой бизнес предприниматели пытались поставить на широкую ногу осенью прошлого года. За год существования игорного салона на Минской им удалось заработать чуть больше миллиона. Но тогда этой суммы им показалось недостаточно. Решив, что в центре города им удастся заполучить куда большие деньги, они открыли казино на втором этаже вот этого здания. Однако здесь дела пошли еще хуже. За месяц работы они смогли обогатиться всего на 120 тысяч рублей, после чего все оборудование было конфисковано, а его владельцы предстали перед законом. В пятерке бизнесменов все обязанности были четко распределены. Девушка занималась кассой и уборкой помещения. Остальные искали клиентов и проводили карточные турниры. Казино работало ежедневно. Все подсудимые были осведомлены о незаконности организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны с целью извлечения дохода от данной незаконной деятельности. Создатель казино был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Еще один подсудимый в ближайшие два года также проведет в колонии строгого режима, поскольку уже имеет судимость. Остальные получили условные сроки. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Нижнекамский таксист, которого искали полицейские и волонтеры, сам вернулся домой. Руслан Насибулин, напомним, пропал 16 марта. Тревогу забила мать мужчины, когда он не вернулся домой с работы. Несколько дней спустя в промзоне был найден автомобиль таксиста, и родные уже не надеялись на счастливый исход этой истории. Но оказалось, 32-летний Насибулин все время, пока его искали, находился в Казани у своей знакомой. На вопрос, почему не давал о себе знать на протяжении двух недель, ответил, что потерял телефон и не знал, что числится пропавшим. Автомобильная кража произошла во дворе дома по улице Ломжинская. Когда рано утром водитель подошел к своей припаркованной машине, то обнаружил, что в ней разбито стекло, а из салона исчез видеорегистратор. Скорее всего, кража из машины произошла еще ночью, и, как это часто бывает, очевидцев происшествия не нашлось. Увы, в таких случаях от потери имущества владельцев не спасают даже наличие автосигнализации. Может, она и сработала, может, я ее не слышала, она живет без обратной связи. Давно известно, что оставленные в салоне машины регистраторы привлекают внимание воров. На разбитие стекла и на то, чтобы вытащить прибор из автомобиля, уходят считанные секунды. В этом случае злоумышленники так торопились, что не успели взять другие ценные вещи. Как же вот так опроменьше его оставляется в машине? Ну, так случилось. Забыли что-нибудь? Срочно уехать надо было. Магнитолы и прочее? Магнитолы там стоят на месте. Надежд на то, что подобные кражи будут раскрыты, казалось бы, немного. Вот только в этом случае оперативность полицейских была на высоте. Буквально через полчаса похищенный регистратор был найден в ближайшем ломбарде. А еще через час стражи порядка уже задержали неудачливых воришек. Разыскивается без вести пропавший житель Казани Перов Максим Валерьевич, 1995 года рождения, который 25 марта этого года ушел из дома и не вернулся. Приметы. Рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, глаза карие. Просьба ко всем, кто может сообщить какую-либо информацию об этом человеке, звонить по телефону, указанному на экране. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Я желаю вам всего самого лучшего. Эфир продолжит тема. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте и добрый вечер. Завтра в Татарстане стартует акция «Победим диабет». Вот кто и где сможет пройти обследование и как защитить себя от коварной болезни? Советы специалистов прямо сейчас. Продолжение следует...